96-летняя Клавдия Петрова сейчас уже и не помнит, как в ее родной деревушке прозвучало страшное слово «война». Было тогда 17, но хорошо запомнила, как на фронт проводили двух братьев. Вернулись оба живые, но один считался пропавшим без вести и вернулся домой спустя два года после победы, пережив все ужасы плена, когда уже никто не ждал и даже материнское сердце смирилось. Брат пропал как будто без вести. Все, уже забыли про его. И заявился. Вот радостью было. Вот пришел, а там деревня, хоть она маленькая, но большая, и вот прибежали ребятишки. Тетка Матрёна, тетка Матрёна, Михаил пришел, Михаил пришел. Она не знает даже, что сказать. Ничего не верила. Потом уж нет, нет, пришел домой. Тогда уж все успокоилось вроде. Вон встретились, все дети, улицы, на улицах прям встретились. Потом домой пришли маленько, собрали, отметили. Все для фронта, все для победы. Так жила родная деревня Клавдии Платоновны Самарцева все военные годы. Деревни сейчас уже не отстерло время, но памяти о том, как жила деревушка, остались. Отдавали все. Как выжили, страшно и вспомнить, но о себе в тылу в то время не думали. О, говорить нечего. Сеяла на сеялке. Въездила вельхом на лошади. Они, да что, траву, картошку. Зимой замерзла. Вот то есть мы ходили, собирали ее, дали, пешки стряпали. Такие вкусные были. Работать женщинам приходилось за двоих. Клавдия Петрова вспоминать, что даже лошади не выдерживали. Голодно было. Но из последних сил приближали день, когда прозвучало заветное слово «Победа». Лошади все болели. Не ездить в лес, не ночью было. Я один раз поехала, так верили, я приехала из леса. Они, лошади, тоже все больные были. Уже после войны вышла замуж. Родились шестеро детей, которые на старости лет стали опорой. Муж, который прошел всю войну, умер в далеком 72-м. Это Петров Евгений Федорович. Муж моей матери. Мой отец. 25-го года рождения. 18 лет. Ушел на фронт. Вернулся инвалидом. Так и посвятилась себя баба Клава детям, да внукам, которых у нее 11, а еще 17 правнуков и даже одна проправнучка. Старость скрашивают они и то, что не забывают в родных местах. 28 марта Клавдия Петрова отметила 96-летний день рождения. Подарком стал концерт от городского дома культуры поселка Мирный. И песни, конечно же, те, что согревали и на передовой, и в тылу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Фотографий военных лет в семейном архиве, конечно же, нет. Да и откуда им взяться? Не принято было в те времена фотографировать в тылу. Но там тоже шла война. Не на жизнь, а на смерть. Только на передовой стояли девчонки, женщины, старики и дети. И они, так же, как и их отцы и братья, в этой битве за мир выстояли и победили. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Заинска.